Что значит слова Господа Иисуса Христа, блажен, кто не соблазнится обо мне? Что такое соблазн? Понятно, но в данном контексте не совсем. Если мы любим Христа, то соблазняемся им. Верно же? А почему, тем не менее, нельзя соблазняться о нем? Михаил спрашивает. Вот вы запутались немножко, Миша, мне кажется, потому что вы говорите, мы любим Христа и соблазняемся им. Верно же? Неверно. Мы не соблазняемся Христом. Нет. Слова «блажен, кто не соблазнится о мне» имеют следующий смысл. Соблазниться о Христе – это значит засомневаться в нем. То, что мы полюбили его и повлеклись к нему, это не соблазн Христа. Это узы любви, которыми он нас к себе привязывает. То есть нас влечет к нему тайна личности Господа Иисуса Христа. Это тайна его личности, обаяние его личности, благодарная любовь за то, что он умер за нас и воскрес для нас. Вот этими узами любви он увлекает нас, как зовет за собой в песне-песне «Возлюбленный и возлюбленную». И она бежит за ним в ваню мира твоего текох, то есть бежит по запаху мира, которым от него пахнет. А соблазниться о Христе – значит засомневаться в нем. Если хотите, там есть момент такой, когда Иоанн Претеча посылает учеников своих, они приходят к Христу с таким вопросом, который, может быть, у многих евреев был и до сих пор есть. То есть ты ли, Еси, грядущий или нам ждать другого? Или, например, евреи спрашивают, кто ты? До каких пор ты будешь мучить наши души? Это голос людей соблазнившихся. Или, например, там есть много паскудных сказок про Христа, что он такой-сякой, что он скверный, нехороший. И на Деву Марию там есть жуткие всякие вещи. Есть целый трактат в Талмуде «Толдот-Яшуа», где описываются там эти всякие, ну, такие змейские гадости про благословенного вовеки царя славы, сына Божьего. Значит, и вот кто верит в это все, тот соблазняется о Христе. Ну, например, есть такая история из египетского монашества, когда молодой человек, послушник, шел на рынок, и по дороге с ним шел сын Израиля, какой-то иудей, и они разговорились. Может быть, еврей не имел каких-то хитрых заходов к нему, а может быть, имел, но они начали беседовать, и еврей, поскольку не имел веры в Иисуса Христа, как в Мессию, он говорил этому молодому монаху, ну, вот что ты, что вы, христиане, верите в какого-то распятого человека? Ну, разве можно верить в распятого человека? У нас написано в законе, в второзаконии, что проклят всякий, висящий на дереве. А вот мы верим в Бога, который с Моисеем был, который рассек перед ними море, который кормил нас манной наших отцов, и вот мы верим в эти чудеса великие, нас описаны в книге Исхода, там, это Пасха святая наша, а вот вы верите, вот наши отцы распяли вашего Иисуса, а вы в него верите. И этот юноша как бы взял и сказал на прощание этому еврею, может быть, ты и прав. А потом, когда вернулся, сотворил молитву, постучался в келью своего отца, говорит, отец мой там, открывай мне тут молчание, говорит, Господи Иисусе Христе, помилуй нас, отец, открывай, говорит, я не знаю, кто ты, сказал ему из кельи, там, старый монах, мой ученик христианин, а ты кто? Говорит, я твой ученик, я христианин, говорит, нет, от тебя отошла благодать крещения, такие слова сказал старец. То есть, а он всего-то и ляпнул, так сказать, за компанию, что, может быть, ты и прав. То есть, какой-то соблазн, может, зашел ему в душу, и он согласился, так сказать, кивком усталым головы с какой-то неправдой об Господе Иисусе Христе. Это и значит соблазниться. Ну, что вы верите вот в этого, там, значит, человека? Ну, как может родиться человек от девы? Ну, как это? Без отца, от матери, там, значит, как это? А как это вот то, а как то, а что там? Короче, это самое. Вот это, значит, блажен, кто не соблазнится о мне. Потому что люди будут выдумывать разную, вот когда, например, атеистическая пропаганда была в конце 19-го, начать 20-го века, да людям было стыдно верить в Христа. Ну, какой Христос? Ну, позвольте. Ну, мы верим в пар, в электричество, мы верим, там, в химию, генетику, мы верим в аэропланы, в телефоны, мы верим в прогресс, пардон. Мы верим в прогресс, в свободу личности, в свободу печати и прессы. Вот. Вот. А то, что о том, что эта свобода прессы скоро вам лагодит, Освенцим, Дахау, Майданы, Каушвиц, ГУЛАГ и всё остальное, как бы вы этого по слепоте своей не видите. О том, что вас всех, как тараканов, будут травить хлорными газами скоро, массово, и расстреливать без суда и следствия во имя вашего прогресса, этого вы не видите. Как бы от Христа отказались, потом все массово пошли под нож. Вы этого не видите. Ну, не видите, но так вам и считается, значит. Так вот, соблазнились люди о Христе. Они считали, что мы слишком культурные, как писал Блок. Мы слишком умные, чтобы верить в Бога. Сказал Блок. И в это время, когда он это писал, он был страшным дураком. Потому что нельзя быть настолько умным, чтобы не верить в Бога. Надо быть совершенно глупым человеком, чтобы отказаться от всемогущего. Как раз вера требует ума. А безумцы, они безверцы. Безумные люди не верят. Умные как раз верят. И чем умнее, тем крепче верят. Так что вот такой был соблазн о Христе. Потом были другие соблазны разные о Христе. Например, у тех же евреев были соблазны о Боге. Например, после войны, после Холокоста, еврейские писатели, многие писали, а где наш Бог? Они спрашивали своих раввинов, спрашивали своих мудрецов, а где наш Бог? Где Бог отцов наших? Когда наши женщины голые выстраивались в очередь в газовые печи, или в газовые камеры, фотографии зафиксированы, это все эти ужасы, все лагеря и смерти. Мужчины отдельно, когда нас вели, вот как овец на заклане, как в псалмах написано, тысячами, 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 когда мы уходили дымом на небо из-за этих жутких, этих печей. А где, почему не вмешивался за нас Бог отцов наших? У них возник такой кризис веры. Как это может быть? Они говорят, можно ли вообще относиться к жизни по-прежнему после всего того, что было? Это был как раз такой соблазн о Боге. Где ты, Господи? Почему ты молчишь? Это был вопрос всех евреев. Бог ответил, впрочем. Он прислал Красную Армию, она их освободила. Как бы Господь говорит, ты что, я не молчал. Вот я послал Жукова с Рокоссовским, как бы они вас освободили. Это был мой ответ. Но они хотели, чтобы это было вот так, как при Моисеи, так с неба. А Бог отвечает, как хочет. Короче, вот это есть соблазн. Так что у вас, дорогой Михаил, есть здесь две ошибки. То есть мы не по соблазну полюбили Иисуса Христа, а по действию Духа Божьего. Как написано у Павла, никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Вот поэтому мы называем Иисуса Христа Господом. Ибо Дух Святый дал нам это говорить. А соблазняются о Христе те, кого сбивают с пути еретики, атеисты, язычники, всякие там теософы, балаболы, значит, философы и прочие всякие, значит, люди. Вот они бросают тень на Святое Евангелие и на Личность Господа Иисуса Христа. Поэтому тот, кто преодолевает соблазны на пути веры и помогает другим преодолеть соблазны на пути веры, кто сохраняет веру в Иисуса Христа и делает эту веру все более твердой и аргументированной, тот блажен, по слову Иисуса Христа, блажен, кто не соблазнится о мне. Ибо в конце времен, он говорит, когда Сын Человеческий придет, найдет ли веру, то есть будет ли вера в людях, это вопрос. Поэтому блажен, кто не соблазняется о Господе и другим соблазняться не дает. Вот о чем здесь говорится. Субтитры создавал DimaTorzok